Летние каникулы для славянских школьников действительно проходят очень спортивно. У ребят есть возможность сдать нормативы ГТО. Вернуться в школу после каникул школьники должны отдохнувшими и здоровыми. И ничто так не укрепляет здоровье, как занятия спортом. В лагерях дневного пребывания для ребят проводятся соревнования и спортивные мастер-классы. А еще они сдают нормативы ГТО. Сегодня у нас нормативы ГТО. Мы все рады и любим физкультуру. У нас все получается. Мы прыгаем с места, отжимаемся, бегаем, прыгаем. Все у нас получается. И мы этому рады и хотим получить золотой значок. Мы побывали в 12-й школе, где работает самая массовая детская площадка. Все дети ее посещающие смогли сдать нормативы ГТО, по итогам которых ребятам будет присвоен разряд и выдан соответствующий значок. Сейчас проходит профильная смена в лагерях дневного пребывания. Под эгидой, под девизом «В здоровом теле – здоровый дух». И мы проводим соревнования по выполнению нормативов ГТО. Потом мы посчитаем, какая школа у нас будет лучше всех, кто в школе самый лучший. Ну и, собственно говоря, детки и выполнят на знак. И детям всегда интересно соревноваться. Программа физкультурной подготовки ГТО в нашей стране зародилась в 1931 году. Но в 1991 году была закрыта. И только в 2014 году указом президента была возрождена. Ее основная цель – укрепление здоровья граждан страны и привлечение их к занятиям спортом. Чтобы получить бронзовый, серебряный или самый лучший золотой значок ГТО, нужно сдать нормативы по 13 спортивным испытаниям – бегу, метанию предметов, сгибанию туловища, плаванию и другим. Они проверяют выносливость, силу, гибкость и скоростные возможности человека. На старт! Внимание! Марш! Все результаты ребят были зафиксированы. Они будут учитываться при присвоении разряда. В конечном итоге самое главное, что получили ребята – это прекрасное настроение и удовольствие от участия в спортивных состязаниях. Анна Монастыренко, Дмитрий Волошин. Программа «События».